Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универтв. В этом выпуске. Свои языковые знания в рамках конкурса «Полиглот» проверили 700 студентов России. Метрополит Феофан встретился со студентами Казанского федерального университета. Магистр КФУ стал обладателем республиканской премии «Герои нашего времени». В Казанском федеральном университете прошло торжественное открытие конкурса на знания иностранных языков «Полиглот». Участие в нем принимали студенты из 15 российских вузов. Подробности расскажет Анна Глазунова. В КСК Уникс Казанского федерального университета стартовал всероссийский конкурс на знания иностранных языков «Полиглот». Конкурс проходит для обучающихся неязыковых направлений вузов Российской Федерации. В стенах университета он проводится уже в 14-й раз. Мы ждем, что наши участники проявят действительно хорошую и зрелость, и амбициозность. Участие принимают порядка 700 человек. Это студенты из 15 российских вузов. Много участников из Казанского федерального университета. Студент Конститута международных отношений КФУ Диана Смирнова участие принимает впервые. Я сама приехала с Мурманска, и в своем городе я учила финский язык. Финским я владею на таком приличном, в среднем, хорошем уровне. Но здесь начала учить французский. В конкурсе участвую по двум языкам. По английскому как основному, и по французскому как дополнительному. Конкурс проходит по четырем языковым направлениям – английскому, немецкому, французскому и испанскому. В отборочном этапе всего за один час ребятам необходимо написать аудирование, тест на знания грамматики и лектики, а также составить связанный текст из предложенных слов. Второй этап – устный. Здесь уже необходимо обладать знаниями как минимум двух языков и свободно говорить на предложенную тему. Очень трудно переключиться с одного языка на другой, и потом это же должно быть доказательно, аргументированно, это должно быть интересно. Это очень большие усилия со стороны конкурсантов. Оксана Потапова приехала на конкурсы с Саратова. Планируют еще начать изучение французского языка и немецкого. Я буду принимать участие в конкурсе переводчик по английскому языку, но также параллельно я изучаю еще и шведский язык. Всегда любила языки, английский в особенности, один из моих самых любимых, наверное, языков. Студент юридического факультета КФУ Роман Кудрявцев отмечает, что решительно настроен на победу. Я хочу проверить свои знания английского языка, тем более это очень хорошая практика для меня, чтобы поговорить, пообщаться. Был в Америке один год, учился, обучался очень хорошо английскому языку в своей школе. В Нижнекамске это была школа с улюбленным изучением английского языка, поэтому, думаю, у меня неплохие шансы на победу. С каждым годом количество участников только растет. Главной целью конкурса является повышение интереса молодежи к изучению иностранных языков. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Метрополит Казанский и Татарстанский Феофан встретились со студентами КФУ. На открытой лекции глава республиканской митрополии выступил на тему «Молодежь, свобода и ответственность». Подробности далее. 4 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций с митрополитом казанским и татарстанским Феофаном на тему «Молодежь, свобода и ответственность». Часто бывает так, что человек переоценивает свои возможности и выбирает тот путь, который становится ему не под силу. Я думаю, что это очень важный момент. С одной стороны, критический подход к самому себе, с другой стороны, наоборот, оптимизм на пути, на который он становится. Татарстан является одной из самых многоконфессиональных республик Российской Федерации. Соблюдение баланса интересов двух крупных конфессий – ислама и православия – и равенство всех религий перед законом лежит в основе межконфессионального согласия в республике. Если мы будем знать свою религию, мы уважительно друг к другу будем относиться. То же самое и с мусульманами. Поэтому крылышки должны быть в равновесии, но не искусственно, а в реальной жизни. В ходе дискуссии также обсудили вопросы, связанные с изучением религии конфликта русской и украинской церкви, которая особо остро обсуждается на данный момент в средствах массовой информации. Стоит отметить, что именно Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ готовит специалистов в области религиоведения, конфликтологии и политологии, которые в будущем будут заниматься решением этих вопросов. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Казани состоялась торжественная церемония честования лауреатов Республиканской премии «Герои нашего времени». Церемония награждения татарстанцев, которые совершили героические поступки, в обычной жизни была приурочена ко Дню Героев Отечества, которые отмечают 9 декабря. 4 декабря в Центре культуры и спорта Московский прошла церемония награждения лауреатов Республиканской премии «Герои нашего времени». В этом году ее обладателем стали 13 татарстанцев с активной жизненной позицией. Среди них молодой ученый Егор Мандик, магистрант инженерного института КФУ, который изобрел уникальную зубную щетку. У меня цель такая, чтобы продлить человеку жизнь, и поэтому я пробую разработать продукты, которые бы помогли это сделать. И сейчас вот над зубной щеткой продолжаю работать, та, которая чистит все зубы одновременно. И это упрощает намного жизнь, как детишкам, так и людям с ограниченными возможностями. Кто такие герои нашего времени? Это люди, которые, несомненно, обладают большим и добрым сердцем, а их зачастую самоотверженные поступки – пример для всех поколений. Герои были, есть и будут. Они среди нас. Так, например, юный житель поселка Тинишево Нагуманов Артур прошлым летом спас своего одноклассника Искандера, который чуть было не утонул. На тот момент Артур закончил второй класс. Я понял то, что он на глубине и прыгнул к нему. Ребята начали кричать «Айгуль!» То, что Искандерик тонет, Искандерик тонет, но я уже его вытащил. В фойе Центра Московска организована фотовыставка, на которой представлены обладатели премии и рассказы об их подвигах. В дальнейшем импровизированная аллея героев будет перемещаться по всем уголкам республики, чтобы весь Татарстан знал о подвигах соотечественников. Меняется мода, молодежь меняется, мы все это с вами прекрасно понимаем. Меняется увлечение. Неизменным остается лишь одно. Чувство героизма и чувство правильного патриотического воспитания будет всегда залогом правильного человека, залогом хорошего человека. Спасибо всем родителям за воспитание героев. И спасибо всем героям за то, что вы делали и делаете. Спасибо. Валерия Муратова, Ленар Тавлитьяров, Универ Ньюс. Третьего декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась лекция Казанского федерального университета состоялась лекция профессора Российской академии наук Ивана Ермолова. Тем была посвящена промышленной робототехники. Говоря о промышленной роботехнике, наиболее яркой тенденцией является увеличение областей применения роботов, в некотором смысле упрощение взаимодействия операторов с роботом. Была подробно раскрыта история возникновения роботов, их значение в научно-техническом развитии Российской Федерации, обозначены цели, задачи и проблемы роботизации в промышленности. Также лекторам описаны области применения роботов, основные направления развития робототехники в России. Из слов Ивана Ермолова, Российская Академия Наук в дальнейшем планирует сотрудничать с Инженерным институтом и способствовать развитию робототехники как одному из ключевых направлений Казанского Федерального Университета. Альфия Андерзянова, Универньюз. Елабужский институт Казанского Федерального Университета посетил художественный руководитель и дирижер камерного оркестра Игорь Лермонт. Репертуар оркестра обширен и многогранен, от музыки барокко до композиторов наших современников. Подробности далее. Концерт камерного оркестра Игоря Лермона стал заключительным мероприятием в честь празднования 120-летнего юбилея Елабужского института Казанского Университета. Студентам и преподавателям удалось услышать виртуозное исполнение произведений великих композиторов Шостаковича, Моцарта, Чайковского. А из современной музыки зрители услышали классическую аранжировку группы The Beatles. Очень все понравилось, очень все здорово, здорово, что у студентов была возможность прослушать именно классическую музыку. Это невероятно обогащает духовно. Сегодня я была первый раз на концерте камерного оркестра. Мне очень было приятно услышать вживую группу профессионалов и окунуться в атмосферу классической музыки. В завершении концерта руководитель оркестра поблагодарил публику за теплый прием и поздравил Елабужский институт КФУ с юбилеем. Вот это здание – это история. И если вы будете соответствовать вот этой истории, вот тем предкам, которые заложили сюда в буквальном и в переносном смысле первые камни, я думаю, что из вас что-нибудь получится. Так что это мое самое большое пожелание. Анна Глазунова, Льшатов Мадеев, Айдар Нурмиев, Универньюз. Это были новости на Универ ТВ. Всем до скорых встреч. Пока.